2020 год. Я сделал полсоти таких фотографий, хотел показать. Сейчас решил я время сэкономить. У меня есть папка 2020. Это значит, что я посередине лета искал на десятках-десятках абрикосов, взрослых, молодых, хотя бы одно пятнышко, хотя бы один грибочек. И вот именно то, что самое мокрое за 40 лет лето, холодное, вы знаете, я ведь не был тут, можете вспомнить, всемирно известный или там всероссийско известный посёлок Шара, курорт. Пусть он не с российского значения, скорее всего, с сибирского. Вот, солёная вода лечебная, вот, посреди степи, каждый год санцепёк, это июль, это жара неимоверная, это почти каждое лето. И вдруг никто не едет, холодина, дожди, то есть было сорвано даже, это я, чтобы не считать меня преувеличителем, что я не преувеличил. Это действительно так, сорван был курортный сезон, год был особый. А я ходил по саду, я не боялся ничего, но мне казалось, что вот-вот заболеют абрикосы. Как они из солнечных самых мест, так, вот, и вдруг холодную сырую погоду, солнца почти нет, тучи, вот, не заболело ни одно дерево, ни один листочек, я это, ну, другая. А вы скажете, так, Константинович, не поверил, будет вебинар 261, покажите те самые фотографии, они у меня там сплошь идут, папки, и я покажу, если вы не верите. А пока только одну, вот это и есть истина последней инстанции. Вот, к этим деревьям, я не подходил с секатором, даже ветки не отрезал на прививку. Вот, и даже те, у кого я ветки на прививку отрезал, на них всё равно нет следов и нет. Все эти популярные болезни, вот, обычно руками разводят, называют, комикосы называют это. Ну, начинается с парши, потом идёт манилиоз, потом комикос, причём смотрят в небо и называют болезнь. Помните, да? Вот это, к сожалению, не исследован этот момент. Когда это случилось, никто не приезжал ко мне с Москвы, ну, хотя бы с Барнаула, там же учёных полно, ну, хотя бы с Минусинской опытной станции, с Абаканской института аграрных проблем, уже то, что он раскопил, а уже лет 10, как на пенсии, вот, и всё, момент упущен. Это всё надо было изучать. А почему не заболели? А почему им по барабану все эти, это самое, сырость, холод, отсутствие солнца? Без солнца не болеют. Вот потому что я к ним не подходил, вот потому что я их не резал, форму не менял. Вот сейчас вы можете сказать. Вот это вот, ой, день уж такой, ну, это, испорчу вам этот день. Это моя любимая тема. У меня детским больше поделиться. Ни с кем. Среди вас найдётся 10-20, это, так, найдётся сотня, две с лучшим образованием, и найдётся всего 5-10 человек со специальным образованием, то есть сельхоз. Это мало, и тем более погоды никто из нас не делает. А здесь получается следующее. Вот теперь представьте себе, вот они, листья, да. И вдруг кто-то, и вот на них сейчас, почему они не заболели? Максимально, это я ещё раз скажу, извините, что повторяюсь, это солнечная батарея, на них максимально, максимально тупым углом падает солнечный свет, максимально обеспечивая фотосинтез, обеспечивая производство глюкозы. Вот. Расшифровать, что такое глюкоза? Я вам когда-то показывал, расшифровывал. Вот. Это сахара, это будущее, извините за выражение, этилами спирта, или по-другому сейчас скажу. Вот. Значит. Алкалоиды, которые бродят по кроне, по корням, которые алкалоидами. А кто не любит это дело? Извините, я полушетя говорю. Брат сказал, что шашка не бахает. Значит. Извини, брат, что я тебя вспоминаю. Сильно уж ты мне это самое. Ты для меня уважаемый человек. Вот. Значит. Ну, я полушетя и говорю. Они алкоголем, алкалоидом, деревья, за благодарность кормят. Корни. Грибы, которые вокруг. Бактерии. Грибы, черви. Все. Получается, что сама подземная атмосфера, сама почва насыщенная. Повторяю. Насыщенная. Ну, сказать. Ну, пусть, общим словом. Пусть будет всё-таки глюкоза. Насыщенная. Какой-нибудь концентрация глюкозы. Это и есть здоровье дерева. Дерево кормит окружающие. А окружающие кормят его. И не вздумайте его перекапывать, эту почву. Вот это я хотел сказать. Ну, и скажите, что где я тут собрал. Вот. А это свежий снимок. Смотрите. В этом году делал. Вот. Почему я это лишний раз? Ну, не могу я пройти мимо. Ну, не могу и всё. Вот рано на кольцо. Вот всё делается внутри. Вот. Потому что, вы думаете, я убедил тех, кто сейчас читает лекции, где именно на кольцо, схема на кольцо, потом длинный этот самый, сучок, это неправильно. Потом, когда сильно-сильно обрезано, неправильно. А когда вот остаётся такой маленький наплывчик миллиметров, вот правильно. И делайте в этот наплывчик, не делайте, вы получите что? Вы получите... Поняли? Поняли? Куда пустили мороз? Поняли? А вот это... Казалось бы, безобидная вещь. Вот она, ранка, да? Вот она, ранка. Так вот, я специально это подобрал. Дело в том, что я наблюдаю за деревьями. Эту ранку не делал никто. Эта морозобойна получилась сама. И вот теперь, что я вижу морозобойну, я вижу, как мороз пошёл внутрь. Дальше не пошёл, потому что это самое... Это с крупного, тысячелетнего дерева, просто одна из скелетных веток. Но у неё была выперена, не специально вот эту ранку показать, а просто учитывая, что у них сотни, 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 после массового вот этого уничтожения маточного сада, подчёркиваю, маточного. Вот. А получилось, что методом тыка, вот где случайно-неслучайно, получился уникальный снимок, хоть сейчас его в этот самый, вставляю в учебник, что даже небольшая ранка, даже естественная, привела к тому, что мороз пошёл внутрь. И вот туда... А дальше он просто не успел. Дальше он просто не успел. Но всё равно, согласитесь, что это очень красноречивый снимок. Тривыка для нашей телы. Тривыка для нашей телы.